Вор в законе Вася Питерский Немногие из авторитетных воров могут похвастаться тем, что отошли от криминальных дел и стали вполне законопослушными гражданами. Однако жизнь знает и похлещие случаи, когда вор вставал под знамена Красной Армии, или отрекался от статуса в угоду государству. Как правило, такие отступники до конца жизни преследовались своими бывшими коллегами. Но существуют и другие истории, как например жизнь вора в законе Василия Карабышева, которого в криминальном мире до сих пор знают как Васю Питерского. Будучи законником, он разъезжал по всей России, присутствуя на воровских сходках, вынося на них порой судьбоносные решения. Но в 2001 году вор в законе официально отошел от дел и подался в монастырь в Карелии. Свои дела он передал как и положено другому вору, Юрию Баймаку. Васа Питерский Василий Карабышев родился 13 апреля 1960 года в казахстанском городе Петропавловск. Здесь и начал свою воровскую карьеру классическим для того времени способом, был карманником. На этой стезе у него имелись неоднократные приводы в милицию. А затем за карманную кражу, Карабышев и получил свой первый срок. В колонии зарекомендовал себя как заключенный, яростно нарушающий порядок администрации, из-за чего вскоре к нему и присмотрелись блатные. Подтянув отрицало свой круг. В дальнейшем Карабышев также попадал за решетку, все по той же статье. Стоит отметить, что несмотря на то, что его часто брали на месте преступления, Василий Карабышев был профессиональным карманником, и многие его жертвы так и остались безлики для правоохранительных органов. На зоне вор стал своим человеком, являясь смотрящим в некоторых местах заключения, где отбывал сроки. Естественно, что у него завязались знакомства с ворами в законе, которым он не уступал в жизни по понятиям. Самого Карабышева короновали поздно, в 1993 году, когда ему исполнилось 33 года. К тому времени он уже провел в местах не столь отдаленных значительную часть времени. Получив воровскую корону и прозвище Васа Питерский, так как проживал в Питере, Карабышев отправился колесить по России, где в каждом уголке у него были знакомые законники, с которыми ему пришлось пересекаться в тюрьмах. Так он появлялся на сходниках в Сибири и Дальнем Востоке, где у него был хороший друг, вор в законе Джен. Но такая жизнь быстро сделала свое дело. Вор в законе плотно подцел на наркотики. На фоне этой зависимости у него начинаются нелады со здоровьем. И в состоянии передозировки законника находят монахи в Карелии. Василия откачали, и дали убежище в монастыре. Именно здесь вор в законе понял, что жил до этого неправильной жизнью, и решает остаться в монахах. Но прежде чем покончить с блатной жизнью, он пишет письмо вору в законе Юрия Баймаку, в котором расписывает обоснованные решения отойти от дел. На сходнике воры дали добро на это, правда с одним условием, с этого момента Вася Питерский больше не вор. Несмотря на это, оперативники, разрабатывающие Карабышева, не верят ни единому его слову, и производят арест бывшего вора на вокзале Петрозаводска. Однако к их удивлению, ничего противозаконного у Васи Питерского с собой не имелось. К тому же он отпустил бороду, и носил рясу. Силовики некоторое время следили за Карабышевым после того, как он вышел после этого задержания из питерских крестов. И к их удивлению, Вася Питерский действительно обосновался в Вахсиозерском Спасо-Преображенском мужском монастыре, взяв себе церковное имя Варлаам. В 2015 году Василий Карабышев становится дьяконом храма Рождества Христова в деревне Надкопанье, а уже с 7 октября 2016 года настоятелем храма Киприана Стороженского в деревне Сторожно.